Клады Генри Моргана Панамы Мекка для предприимчивого кладоискателя Здесь открывают рудники драгоценных камней В сухих руслах рек обнаруживают золотые жилы Здесь археологи во время раскопок наталкиваются на древнюю глиняную посуду И бесценные золотые украшения Многие из этих изделий захоронены едва ли не по всей территории Панамы Если верить легендам, немало здесь и пиратских кладов Некоторые из них еще ждут своего открытия А вот некоторые, как говорят, давно уже найдены По сообщениям местной прессы Два бывших американских солдата Служивших когда-то в зоне Панамского канала Сумели обеспечить себе безбедную старость В 1997 году они вернулись в Панаму Чтобы в пещере у реки Чагрес Что приблизительно в 40 километрах севернее города Форт Клейтон Обнаружить большой клад, зарытый в 17 веке Похоже, самим Генри Морганом Парадоксально, но обнаружить клад Им помогла старая пиратская карта Купленная у какого-то рыночного торговца Который и сам-то, похоже, не знал, что она подлинная Кроме золотых дублонов, отчеканенных в Лиме, Перу Тайник оказался полон золотых и серебряных украшений Различных по весу и величине Поскольку пиратская добыча была найдена в зоне Находящейся под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки Сокровища передали американскому правительству А нашедшие получили свою положенную долю Оказавшуюся немалой Вообще, если вести разговор о кладах Генри Моргана То здесь пальму первенства держит легендарный остров Кокос Расположенный в экваториальной части Тихого океана В 500 километрах от берегов Коста-Рики Если собрать воедино все легенды То получится, что в недрах этого острова Хранится пиратских сокровищ Чуть ли не на миллиард долларов В течение нескольких столетий Прежде чем остров попал под юрисдикцию Коста-Рики Остров Кокос был излюбленным местом отдыха морских разбойников Которые орудовали в Тихом и Атлантическом океанах Энтузиасты утверждают, что в недрах острова В естественных гротах, пещерах, подземных тайниках До сих пор таятся золотые слитки И разнообразные произведения ювелирного искусства С середины 19 века на остров Кокос было снаряжено Более 300 экспедиций, пытавшихся отыскать сокровища В период с 1935 по 1940 год На острове трижды побывал президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт Но в отличие от искателей золота Он ловил здесь рыбу и наслаждался красивыми ландшафтами В то время, пока президент отдыхал Его охрана и помощники излазали в поисках сокровищ Весь остров и, конечно же, ничего не нашли Самым серьезным и настойчивым кладоискателем Считается немец Август Гисслер Он прибыл на Кокос в 1889 году И в течение 20 лет исследовал каждый клочок земли острова Правительство Коста-Рики даже пожаловало ему за упорство Право основать там колонию Однако колония просуществовала 20 лет И распалась из-за слабой связи с материком Но и Гисслер не нашел ничего более ценного Чем десяток старинных испанских монет Получается, что несметные сокровища острова Кокос Так никто и не нашел Или никто не признался, что нашел их Кроме острова Кокос Есть еще Каймановы острова Расположенные к северо-западу от Ямайки Морган неоднократно посещал их До и после своих пиратских рейдов Чтобы запастись продовольствием Или отсидеться в какой-нибудь пещере По мнению многих исследователей Именно там он мог захоронить Часть награбленных драгоценностей Известно также, что Морган Неоднократно находил пристанище На острове Пинос Хувентут Расположенном в 65 километрах к югу От побережья Кубы И как две капли воды Похожим на остров сокровищ Из знаменитого романа Стивенсона Очень возможно, что и там король Буканьеров Мог спрятать часть награбленного Относительно недавно Американский кладоискатель Грегори Брукс Начал поиск сокровищ Генри Моргана на Гаити Его команда арендовала списанный катер береговой охраны Оборудованный самыми современными приборами Для проведения подводных работ Кладоискателем Брукс стал совершенно случайно В 1984 году Вместе с женой Кэтрин И несколькими друзьями Он нырял с аквалангом У побережья Гаити В предпоследний день отпуска Ко всеобщей радости Брукс поднял со дна Три серебряных слитка Этот день он считает Поворотным во всей своей жизни В течение последующих Четырех лет Брукс перерыл гору книг По истории Эспаньолы Гаити И испанских колоний в Америке Он узнал, что не менее Тысячи судов Затонули в 17 веке У берегов Гаити И Доминиканской республики Во второй раз Брукс возвратился на Гаити В 1988 году С двумя друзьями И металлодетектором В океане Недалеко от побережья Им удалось обнаружить район Над которым детектор Вел себя очень активно Вернувшись в Соединенные Штаты Они тщательно разработали план действий И уладив все формальности С гаитянскими И американскими Должностными лицами Через два года Снова вернулись на Гаити Вскоре Бруксу и его друзьям Удалось поднять Целую коллекцию Старинного французского фарфора Разбросанного в районе Предполагаемого кораблекрушения Затем там были подняты Два британских орудия Отлитых примерно между 1650 и 1699 годами Исторические документы указывают Что только два судна Могли затонуть в этом районе В то время Фрегат Оксфорд Принадлежащий Пирату Моргану И Джамайка Мерчант Корабль, на котором Приплыл сюда все тот же Морган Чтобы попытаться отыскать Остатки Оксфорда Известно, что вскоре После разграбления Порто Бельо Морган стал готовиться К новой акции Он бросил клич всем Желавшим служить Под его началом Собраться у Коровьего острова Куда прибыл сам В январе 1669 года Здесь, на фрегате Оксфорд Он дал для офицеров Банкет Когда веселье было В самом разгаре Корабль взорвался Предположительно От неосторожного Обращения с огнем У порохового склада Лишь немногим И Моргану в том числе Удалось спастись По мнению Брукса Если бы на корабле Не было ничего ценного Король пиратов Никогда не стал бы возвращаться На место гибели судна Брукс уверен Что на Оксфорде Находилась часть сокровищ Награбленных буконьерами В Порто Бельо Сегодня Брукс Полон оптимизма И собирается оплачивать проект С помощью своих спонсоров Поддержкой которых Уже заручился Естественно Он надеется на прибыль Поднятие Оксфорда Сулит Миллионы долларов Однако по мнению скептиков Не стоит раньше времени Будоражить мир Преждевременными заявлениями Поскольку голое умозаключение Может оказаться Весьма опрометчивым Для дальнейшей работы канала Мы просим вас подписаться на канал И поставить лайк Напишите в комментариях Ваше мнение Мира всем нам И пусть у вас все будет хорошо Субтитры создавал DimaTorzok